Приветствую вас, дорогие друзья! Рад видеть на вводном технико-экономическом вебинаре. Это вечерний вебинар. Мы уже с Сергеем Анатольевичем провели, собственно, дневной вебинар. Он начинается традиционно в 12 часов по Москве. И в 19 часов по Москве также традиционно, фактически это уже сложилось традицию, каждую среду, дамы и господа, мы для вас, Сергеем Анатольевичем, ведем вводные технико-экономические вебинары, за которыми следуют, соответственно, расширенные технико-экономические вебинары. Это достаточно серьезный и важный инструмент. Мы его стараемся максимально совершенствовать. Более того, как мы говорили, в ближайшем будущем мы обязательно уже сделаем запись профессиональную этих вебинаров, чтобы те люди, которые не могут присутствовать по каким-либо причинам в среду, в силу, естественно, своей занятости мы не можем проводить, хотя очень желали бы каждый день. И, возможно, в этом необходимость есть, но, пожалуйста, в среду имейте в виду, что мы проводим вводные технико-экономические вебинары в первую очередь для новичков. И для понимания, сколько у нас присутствует новых участников, сколько людей, которые, может быть, в первый раз, может быть, недавно только узнали от своих пригласителей, кто их пригласил. Замечательный мир SkyWay, пожалуйста, поставьте циферку 1, отметьте вопросники, либо поставьте нолик или однерочку в чате, если вы не умеете отвечать на вопросник, для понимания, в который раз вы присутствуете на технико-экономическом вебинаре именно в вводном. В первую очередь, повторюсь, мы направляем эти вебинары именно на новичков, поэтому всегда агитируем, приглашайте людей действительно на эти вебинары. И фактически, если у вас нет времени рассказывать о проекте и так далее, то мы с удовольствием, Сергеем Анатольевичем, сделаем это за вас. И, собственно, перейдем непосредственно к вебинару. Я думаю, что те люди, которые присутствуют здесь в первый раз, обязательно увидят этот вебинар, далее пересмотрят в трансляции, передадут. И более того, есть так называемые идеальные вебинары, которые мы считаем, естественно, идеала не бывает, но максимально эффективными вебинарами вводными, обязательно записи этих вебинаров мы вам сбросим. И, собственно, перейдем к теме, что такое Skyway, что такое Transnet. На самом деле, дамы и господа, сейчас мы все активисты Skyway, те, кто развивает проект фактически каждый день, понимаем, что нужно максимально развивать этот проект, несмотря на то, что мы уже фактически находимся еще, может быть, не на финише, но на предфинише, на преддемонстрации, на буквально считанные месяцы остались до демонстрации. Это произойдет осенью 2016 года. И если раньше мы могли сказать, что раньше это 2014-2013 год, что не было конструкторского бюро даже одного, сейчас, собственно, это целое научно-производственное конструкторское предприятие, которое состоит из более чем 13 КБ, не было выделено земля и не началось строительство. Это, собственно, имело место, как только я присоединился к проекту в феврале 2014 года. Многие, не то что многие, но есть такие люди, кто присоединился вообще в 2013 году. И, собственно, они присоединились, когда не было никакой оболочки, никакой инвестпроводящей системы. И все мы с вами, дамы и господа, двигаем Skyway. Это замечательный проект, который составит основу нового технологического уклада. Вы спросите, а какой же сейчас технологический уклад? Дамы и господа, все мы этими средствами всегда с вами пользуемся. Это смартфоны. Сейчас многие даже разговаривают с лифтами, со стиральными машинками, с микроволновыми печами и духовыми шкафами, потому что они действительно с нами общаются. То есть это микропроцессорная сложная электроника, которая раньше была невозможной. И, дамы и господа, многие процессы, которые раньше нам казались невозможными. Приведу пример. С таксистом, опять же, сегодня ехал. И я на самом деле даже все больше и больше люблю ездить с таксистами. Дамы и господа, используйте этот момент, когда вы едете с таксистом, потому что очень интеллектуальные люди попадаются. И сегодня мы общались, как изменился мир с появлением социальных сетей. Насколько сильно поменялось. Раньше можно было позвать друзей, я говорю про молодежь, просто начертив во дворе квадрат и позвать играть в игру с мячом. Соответственно, все созывались, независимо от того, были социальные сети или нет. Но взгляните на тот мир, насколько мир поменялся, когда появились социальные сети, когда появились смартфоны. Сергей Анатольевич расскажет, какая история сегодня с ним произошла, просто когда начал барахлить смартфон. То есть, фактически чувствуешь уже себя не в своей тарелке. И настолько привычным стали все сегодня эти средства, настолько же привычными станет сеть Transnet, которая основана на струнных технологиях Анатолия Эдуардовича Веницкого. Если информационная сеть интернет – это, собственно, наша текущая реальность, и все мы пользуемся интернетом, представьте вообще, каким образом мир бы сегодня развивался, если бы не было интернета. А представьте хотя бы на мгновение, если какая-то компания оценила бы всю интеллектуальную собственность в виде этой технологии, упаковала ее, собственно, правильно, юридически, финансово, и стала бы реализовывать, переступать обязательства еще до выхода технологии в свет. Начало бы, к примеру, народное финансирование интернета. Представьте, сколько адресных проектов сейчас бы появилось на самом деле. И более того, я вам могу сказать, дамы и господа, основываясь на своем опыте общения с крупными предпринимателями в сфере интернет, в оптоволоконном бизнесе и так далее, все они еще в 90-х годах забивали себе места, сладкие, замечательные места именно будущих гигантов-провайдеров. Они увидели этот тренд и стали развиваться. Так вот, огромная ценность, дамы и господа, что Анатолий Эдуардович Юницкий предоставляет для нас с вами, для простых людей, граждан различных стран и государств, и городов мира, эту замечательную возможность быть совладельцем, быть соучастниками столь масштабного проекта, как развитие технологии Skyway струнного транспорта и транспорта ближайшего будущего транспорта второго уровня. И если сегодня многие процессы, дамы и господа, фактически происходят за мгновение, это я могу сказать о видеосигнале, который поступает в мою веб-камеру, и вы меня видите, у кого стабильный сигнал, и если у меня стабильный сигнал, вы также меня слышите абсолютно без запоздания. Еще в 2010 году я боялся переводить денежные переводы через онлайн-банк. Представьте себе, я человек, который родился в эпоху уже компьютеризации. Мне было страшно, мне было небезопасно переводить деньги через какой-то онлайн-банк. И, собственно, сейчас это абсолютно привычная задача оплатить с помощью мобильного приложения, не задумываться, каким образом деньги спишутся и так далее. И если раньше люди бронировали телефоны, именно стационарные телефоны на подключение, то как только пришли мобильные телефонные сети, собственно, это отпало необходимостью. И сейчас вот всего лишь одна эта коробочка, умная коробочка, содержит потенциал всей московской телефонной сети того времени еще. Если многие процессы, действительно, дамы и господа, друзья, происходят фактически мгновенно, то мы хотели бы и мы ожидаем, чтобы, если не мгновенно, то максимально быстро, без транспортных логистических задержек, пробок в современных мегаполисах, вот этих бешеных, безумных пересадок по несколько часов, это еще очень легко можно отделаться. Но если пересадка в авиатранспорте длится один день, а это имеет место и очень распространено на долгих перелетах, то это уже никуда не годится абсолютно. А что говорить про товары, грузы, которые буквально увязают в транспортно-логистических пробках и доставляются через недели, а иногда месяцы. Представьте, какие убытки терпят транспортно-логистические компании. Это десятки, сотни тысяч долларов и даже миллионов долларов. Естественно, все эти компании, так и, я думаю, что каждый живущий человек на планете Земля, когда он узнает о проекте Skyway, понимает, что Skyway – это недостающее звено не только в будущем мировой логистике, но и в нашей повседневной жизни. И Анатолий Эдуардович, дамы и господа, еще это предвидел, именно как Леонардо да Винчи нашего времени, еще в конце 70-х годов началось развитие струнного транспорта. Но началось оно далеко не с транспорта. Я хотел бы, чтобы каждый из вас понимал хотя бы примерно, что такое ОТС, что такое общепланетарное транспортное средство. Думайтесь то, что еще фактически в конце 70-х годов Анатолий Эдуардович представил эту концепцию, каким образом вывести промышленность в открытый космос с помощью этого грандиозного действительно сооружения, конструкции. И, собственно, это жерелье вокруг Земли, которое, располагаясь, находясь на эстакаде, по длине всего экватора более 42 тысяч километров. Собственно, далее поднимается за счет раскрутки линейного электродвигателя, маховика внутри вакуумной трубы. Создается магнитное поле. И, собственно, за счет действия центробежных сил, фактически как барон Минхаузен себя вытащил из своего коня, также из болота, вот эта вся грандиозная конструкция, очень простым языком намеренно говорю, поднимает не то, что сама себя, но за счет центробежных сил. И эта конструкция будет подниматься по расчетам Анатолия Эдуардовича на высоту 300 километров примерно. За один рейс можно будет переместить сотни миллионов тонн грузов и пассажиров. И Анатолий Эдуардович Уницкий стал пробивать действительно сквозь тернии к звездам, я не побоюсь этого слова, действительно к звездам, действительно в космос. И в то время, когда, собственно, в 1969 году еще произошел первый полет человека в открытый космос. И когда совсем недавно произошла первая пакетная передача цифровых данных, Анатолий Эдуардович, вот эту действительно опережающее время технологию стал двигать не то, что в массы, но среди чиновников. И осознав, что время еще не пришло, и несмотря на гениальность Анатолия Эдуардовича, я могу сказать, что действительно никому не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады, и время действительно еще не пришло, потому что еще не родился интернет, еще не появилась возможность создать вот столь мощную инвестпроводящую систему, о которой я чуть-чуть попозже вам расскажу. И Анатолий Эдуардович стал оптимизировать общепланетарное транспортное средство, вот вы видите на этой картинке достаточно много материала используется, то есть фактически сплошная эстакада. И Анатолий Эдуардович пришел уже непосредственно к эстакаде максимально эффективно и действительно с пользой, использующая строительные материалы, то есть это два рельса расположенные на опорах и предварительно натянутые, напряженные. По ним Анатолий Эдуардович придумал, что будет перемещаться высокодинамичный подвижной состав, и так как перемещение будет сталь по стали, то коэффициент полезного действия колеса 99%. Соответственно, это позволит значительно экономить топливо, но по аэродинамике подвижных составов я вам покажу чуть-чуть попозже, дамы и господа. И вот вы видите, как эта конструкция, вот визуализация она уже поднимается, но, дамы и господа, самое интересное, мы это действительно планируем сделать, и я задавал вопрос уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, я вам расскажу более подробно, насколько это тренд, и насколько действительно миллиардеры сейчас это чувствуют, хотя ошибается в несколько прогнозов, и это более подробно будет рассказано на технико-экономическом уже расширенном вебинаре. Если струнный транспорт это новая, ближайшая, в самом ближайшем будущем предстоящая реальность, то это появится, на наш взгляд, именно с подвижников технической школы Анатолия Дардача Юницкого. Непосредственно уже в... Так, почему-то пишут, дамы и господа, что трансляции не идет. Поставьте плюсики, пожалуйста, меня видно, слышно, слайды хорошо идут, все ли понятно? Замечательно, дамы и господа, те, у кого не видно, пожалуйста, перезайдите. И, собственно, опираясь на концепцию ОТС, Анатолий Эдуардович создал уже концепцию струнного транспорта. Это то, что на сегодняшний день мы все с вами, дамы и господа, развиваем. Далее, в нулевых годах, уже пройдя действительно огонь, воду и медные трубы, именно проект Skyway, и получив два гранта ООН по развитию городской инфраструктуры, по улучшению качества жизни в населенных пунктах и так далее, с помощью технологии Skyway, в нулевых годах уже Сергей Анатольевич Сибиряков, являясь на тот момент достаточно серьезным чиновником, познакомился с Лебедем Александром Ивановичем, и уже тогда элемент народного финансирования присутствовал, потому что Сергей Анатольевич по теории рукопожатий, буквально через сиденье, несмотря на то, что находился позади Лебедя Александра Ивановича, подсел к нему точно так же, как и вы, дамы и господа, можете рассказать о проекте своим окружающим, и Лебедя Александра Ивановича действительно был поражен. Я несколько сожалею, что Лебедя Александра Ивановича, действительно, не то, что несколько сожалею, неправильное слово, дамы и господа, очень сильно сожалею, что с Лебедем Александром Ивановичем я не познакомился, и мне не удалось, потому что он трагически погиб, и как раз-таки вот этот действительно сильный волевой человек, дамы и господа, этот человек, который был кандидатом вообще в высшую власть Российской Федерации, он понял, что да, действительно, можно увеличить ВВП Российской Федерации более чем 2-3 раза, менее чем за 5 лет. Это поразило Александра Ивановича, буквально через несколько недель из фонда губернатора был выделен первый транш, и началось строительство очень значимого тестового участка, технопарка, первого технопарка, и более того, был заложен первый нулевой километр Московской области, города Озеры, и проходили испытания с 2001 по 2009 год. Действительно, это гремело по всей стране, по центральным телеканалам. Дорогие друзья, те, кто, у кого есть под рукой данные видеорепортажи, пожалуйста, сбросьте, чтобы новички потом смогли ознакомиться. И с 2001 по 2009 год действительно стоял, никого не трогал, производил эффектные и эффективные, и очень значимые испытания, фактически на подвижной лаборатории, вот этот полигон, но обычно полигоном называют те места, те участки, где происходили военные действия. Действительно, технопарк в озерах претерпел за свою жизнь некоторые препятствия, и не то, что препятствия, он был полностью разрушен. По стечению обстоятельств, непонятно по каким причинам, неустановленными лицами он был разрушен. Произошло это буквально через некоторое время после заседания Госсовета России по инновациям, когда представлял технологию губернатора Ульяновской области господин Морозов Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Но самое интересное после этого было распоряжение найти в районе миллиарда рублей для развития струнной технологии. И неизвестными лицами был полигон, к сожалению, демонтирован и увезен в неизвестном направлении. Но, дамы и господа, это на самом деле огромная ценность для нас и для самого Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что в 2013 году, да еще раньше, уже после попыток реализации в Австралии была одна попытка, и вторую попытку, очень серьезную, вы увидите буквально в роликах после вводного технико-экономического вебинара, недавно у нас начал развиваться пока что с таким очень массовым анонсированием в СМИ на центральных телеканалах Южной Австралии, пилотный проект между двумя кампусами университета Южной Австралии Адалаида, и продвигается он, как никем другим, как Ротхук, это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии, а также инфраструктуры и развития. И, дамы и господа, если до 2012 года, когда еще не родилась концепция народного финансирования, кто-то из крупных инвесторов пришел бы и, скорее всего, завладел бы технологией, но Анатолий Эдуардович Юницкий, естественно, этого не мог позволить. И, на самом деле, все переговоры заканчивались этим самым. А этим самым это то, что сильные мира сего хотели обладать технологией, не хотели считаться с гениальным инженером, изобретателем Анатолием Эдуардовичем Юницким, и, собственно, доля была минимальна, несмотря на то, что вся интеллектуальная собственность Анатолия Эдуардовича Юницкого в 2013 году уже непосредственно была начата схема народного финансирования, так называемого краудинвестинга, когда мы все с вами, дамы и господа, на сегодняшний день от 50 долларов и по очень выгодному дисконту на тот момент, то есть это венчурная премия за ваш риск, участие в технологии, риск, естественно, на тот момент. И я могу сказать, дамы и господа, что очень важный этап претерпела технология, потому что действительно, фактически с нескольких людей началось народное финансирование, и сейчас проект поддерживает более 300 тысяч 50 людей по всему миру, 350 тысяч людей по всему миру. Думайтесь просто в эту цифру. Естественно, активно поддерживают чуть больше 60, в районе 70 тысяч инвесторов, но кто регулярно, каждый месяц инвестирует в проект, и благодаря этому проект развивается, набирает обороты. Благодаря этому, дорогие друзья, мы с вами, и действительно мы с вами, не кто-то, серьезные крупные инвесторы, они присоединятся потом, и они уже очень сильно чувствуют, и интуиция у них очень серьезно развита, присоединятся, и мы будем именно первопроходцами, мы всегда останемся первопроходцами, и те условия, которые сейчас имеют место в проекте, и более того, я могу сказать, что условия поменяются, условия поменяются уже в 23.45 сегодняшнего дня, мы развиваем с вами 4 направления. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, и высокоскоростной транспорт. И такой юркий, очень мускулистый, и очень стратегически выверенный транспорт, и вообще транспортная инфраструктура легкого прогулочного, спортивного, экскурсионного транспорта. Почему мускулистый? Потому что это юнибайк, это фитнес-экотранспорт, и эта точка входа, это как раз-таки наша находка, именно вот зао-струнные технологии в двери чиновников, как пилотные проекты, как точка входа, как именно возможность даже запитывания с помощью велотяги, и накопление энергии, использование этой энергии при перемещении. Это очень перспективный транспорт, дамы и господа, и на будущих вебинарах вы увидите, насколько серьезно будет развиваться концепция юнибайков, этого достаточно небольшого по массе подвижного состава, который подвижным составом фактически-то и не является, по сертификации, то есть сертифицировать его нет необходимости. Больше называют чиновники это как игрушка, аттракцион, но как раз-таки с этой игрушки, дамы и господа, мы с вами начали общение с серьезными уже губернаторами, различными представителями министерств, с различными крупными, средними предпринимателями, и, собственно, да, действительно, это реально, и это возможно, и более того, демонстрация будет уже осенью 2016 года. Если говорить про преимущества, дамы и господа, я не люблю читать по слайдам, но я могу сказать, что каждый оценит их по существу, потому что вы это почувствуете, когда вы просто войдете в юнибус, насколько он эргономичный. Мне посчастливилось еще, когда в масштабе один к одному в деревянной модели находился юнибус, и, соответственно, вот так вот вытянув на пол локтя руку, фактически полностью набитый подвижной состав с тем количеством людей, на которое он был рассчитан, перемещались бы в абсолютном комфорте, не было бы никаких дискомфорта перемещения от вибраций, от вот этого эффекта рельсы шпалы, которые мы наблюдаем в русских железнодорожных подвижных составах, и это было бы самое главное высокоскоростное, и как минимум скоростное, если касается городского пассажирского транспорта, над пробками, на втором уровне, и абсолютно безопасное перемещение, даже устойчивое, достаточно серьезные распространенные проблемы на сегодняшний день. Вы видите, насколько действительно в новостях это промелькивает, это угроза глобального терроризма. И что говорить про экологичность, дамы и господа, в 2015 году на Парижской конвенции ООН было подписано международное соглашение, более 140 стран подписало это соглашение, и я могу сказать, дамы и господа, если соглашение по изменению климата и по влиянию СО2, углекислого газа на нашу атмосферу было подписано, то значит ситуация не весьма положительная и далеко не радостная. И пришло время действительно заменить транспортные средства. Вот эти десятки миллионов тонн грудь железа, перемещающихся и красивых, может быть, высокодинамичных, может быть, спортивных машин, но перемещающихся по первому уровню. И, соответственно, огромное количество токсичных, вредных веществ выделяется из-под шин, перемещаясь по асфальту, по раскаленному асфальту, если это лето, жаркое лето. И, собственно, представьте, какое количество вредных веществ выделяется в виде выхлопных газов. Всё это идёт к нам в лёгкие, к нам, и господа, мы этим дышим. И уже в ряде стран, в Китае, например, в этом году были дни действительно экологической катастрофы, то есть под отметкой красной у них светофорные показатели, и в некоторые дни нельзя было выходить без респиратора, потому что сразу начинались проблемы со здоровьем. Это действительно, дамы и господа, страшно. Дорогие друзья, и неспроста в Европе вводят ограничения на въезд в центр, потому что невозможно припарковать автомобиль. И я вот смотрел, очень люблю смотреть репортажи с различных городов, оценить, именно занимаясь Skyway, насколько серьёзно сегодня касается небольшие мегаполисы ситуация по пробкам. И даже в Йошкар-Оле такая ситуация имеет место, и более 40 минут нужно искать место для парковки. Это очень сильно раздражает, когда вы опаздываете на встречу. Я думаю, это повседневная проблема, которую автолюбители меня обязательно поймут. И, дамы и господа, вот автомобиль, рельсовый автомобиль на втором уровне, перемещающийся в сталь по стали, на втором уровне, на высоте 10-15 метров на земле, я могу сказать, это уже улучшение аэродинамических показателей и свойств 2,5 раза. И что говорить про обтекаемую форму? Если говорить про высокоскоростной подвижной состав, то это в форме капли. Если форма капли, вы можете по физике посмотреть, просто посмотрите технические материалы, 0,04, возможно, максимальный коэффициент ародинамического сопротивления. Ранее заявленный коэффициент ародинамического сопротивления был 0,075. Если у Бугати Верон, собственно, это 0,35, 0,075, то есть десятые сотые, я думаю, тот, кто даже не разбирается в математике, поймет разницу. И высокоскоростной состав видит также в форме капли, близкий в форме капли. Но, естественно, не будет коэффициент ародинамического сопротивления идеальным, 0,04. Но, извините, когда он приближается даже к 0,065, это революция в аэродинамике. Это позволит нам, и господа, значительно экономить топливо при перемещении. И 50-местный, я вот всегда такой пример говорю, меня это поразило. И я это вычитал в замечательной книжке Юницкого «Небесные дороги». Дорогие друзья, сбросьте у кого под рукой ссылку на это замечательное произведение от Анатолия Боровского. И, собственно, я был поражен, насколько четко и емко описана история развития. Естественно, не без фантастики. И в этой книжке Анатолий Эдуардович Юницкий говорил и с Целковским, и с Николой Теслой и так далее. Очень замечательное, занятное произведение. Но буквально через страниц 50 начинается повествование. И очень важное повествование. Это фактически история развития Skyway от первых лиц. И рекомендую всем действительно почитать эту книжку, кто планирует активно развивать Skyway. Так вот, немножко было лирическое отступление. 50-местный юнибус будет перемещаться с затратами энергии 20 кВт. И если это переводить в топливный эквивалент, это 3-5 литра. 3-5 литра, дамы и господа. Это фантастика, это фантастика вообще в автомобилестроении. Представьте, 50 человек могут над землей перемещаться с такими затратами. Всего лишь 1 миллион юнибусов сможет сэкономить 6,5 миллиардов тонн нефти. И это тот потенциал, который на сегодняшний день действительно расходует из недр нашей матушки земли. Не по назначению. Это фактически, как кидать ассигнации, как Дмитрий Менделеев говорил, в камин, в топку. Это жечь деньги, это не по назначению расходования нефти и, собственно, в нефтехимии, в производстве полимеров, в различных процессах, где необходима нефть как составляющая, необходимо ее использовать, но нет на топливо. И, собственно, ранее использовалась нефть. Помните, наверное, из эпохи Рокфеллера, кто углублялся, была вообще использована непереработанная нефть. И тогда мы приближались к экологической катастрофе, дорогие друзья. Тогда были загрязнены реки, озера нефтью непереработанной. Она сжигалась в керосиновых лампах и так далее. И цена, ее ценность была фактически гроши. То есть, ее выливали, ее перепродавали. И что сделал Рокфеллер? Рокфеллер создал нефтепровод. И, дорогие друзья, коллеги, потом, собственно, появилась эпоха Генри Форда. Двигатель внутреннего сгорания Генри Форд создал уже первый массовый автомобиль. То есть, это действительно была революция, но посмотрите, как сегодня в упадническом состоянии компания Форд, если не находится, то в каком состоянии находится Детройт. Это стал городом-призраком. А ведь раньше Генри Форд в пустом поле сказал, вот здесь будет завод. И действительно стал завод. И технология Skyway развивается уже более 39 лет. Я на одном из первых вебинаров, так скажем, по Фрейду, привел сравнение. И очень рад, что потом это сравнение вошло в обиход. 40 лет Моисей водил по пустыне народ. Это немножко религиозное сравнение, дорогие друзья. Но мы фактически создаем новый технологический уклад. Мы создаем новую народность и действительно новую сферу, новый транспорт. И не только транспорт, но и ценностей. Целую инфраструктуру. И многие задают вопрос, почему струна? Имеет ли отношение это к гитарной струне, к балалайке и так далее? Я скажу, что что-то отдаленное есть. Потому что на гитаре это также предварительно напряженное, растянутое, закрепленное. Соответственно, мы можем на ней поиграть. И более того, приводили сравнение ранее. Специалисты Министерства транспорта Российской Федерации. Более 7 лет назад, что Анатолий Эдуардович Юницкий, ну Юницкий мы его именовали просто по фамилии, со струнами, с балалайкой своей пристает и так далее. Тогда еще времени пришло, дорогие друзья, потому что экономика тогда питалась за счет нефти. Нефть стоила дорого, все было хорошо, продуктовая корзина стоила не так дорого. Чего не скажешь, и в сегодняшнем дне мы все заметили, насколько подорожали продукты с ростом курса доллара и евро. Если вы думаете, что эта ситуация закрепилась и на 65 рублях сегодня 63 рубля, все это остановится, то я спешу вас разуверить, потому что с началом отопительного сезона, с осени и зимой неизвестно, что будет. И как раз таки очень важный момент для Российской Федерации, дорогие друзья, сегодня, чтобы встать не то что с колен, но распрямить плечи и показать мощь действительно и русского народа, и русской державы, и русской страны. И использовать по назначению недры, использовать те на сегодняшний день неосваиваемые месторождения, как Тамторское месторождение, Попегайское, Бокчарское железорудное. Используя потенциал пресных озер, подземных вод пресных и, более того, продавая эту воду, этот пищевой лед, что касается озер, которые находятся в замерзшем состоянии более 6 месяцев, мы с вами можем действительно не просто воспрянуть, а стать на уровне с Арабскими Эмиратами. То есть вы все помните их историю, когда раньше они ездили на верблюдах, на эшаках, сейчас они ездят на чем? На спорткарах. И, дамы и господа, все это замечательно на самом деле, и конструкция технологических рисков отсутствия, продвижение проекта, но все не имело никакой бы основы, и не имело бы никакого смысла мое обещание, я бы просто пускал пыль в глаза, если бы не велось строительство. Я приведу всего лишь несколько фотографий, и я думаю, что вы поймете, насколько развилось строительство буквально за считанные полгода, чуть больше 7 месяцев продвигается строительство. И сейчас, если удастся найти закладку нулевого километра, то обязательно это покажем. Ну вот, пожалуйста, то есть закладка капсулы времени, тогда еще просто не начиналось строительство полигона, не полигона, кстати, не будем называть его полигоном, потому что никаких препятственных действий не произойдет с этим экотехнопарком, и все будет действительно только мирно. На этом экотехнопарке была заложена еще в августе 2015 года капсула времени. Смотрите, что произошло уже в октябре. В августе еще только облагораживалась территория, и был заложен первый куб будущего основания одной из промежуточных опор струнного интеллектуального ограждения. Уже в октябре, дорогие друзья, мы видим закладку фундамента анкерной опоры, то есть вы сейчас увидите картинку, и мы с Сергеем Анатольевичем обязательно не упускаем шанса сфотографироваться на фоне стройки, и многие по нашим советам фотографируются на фоне стройки, потому что это действительно история. И то, что было в октябре 2015 года, вы никогда уже не увидите. Более того, те условия, когда были по условиям инвестирования, они также никогда не вернутся, эти условия замечательного инвестирования в головную корневую компанию. Чего также можно сказать о 2014 году, 2013 году. В 2013 году даже был дисконт 1 к 2000, сейчас, собственно, 1 к 600. И то для тех, кто успел зарезервировать рассрочку и инвестирует ежемесячно с февраля, допустим, 2016 года. Многие люди, очень многие, я бы сказал, используют эту возможность. И посмотрим, немножко переместимся уже в зиму. Сейчас, если удастся подобрать мартовские фотографии, то обязательно вам покажем, потому что действительно стоит показывать развитие этой не зимы. То есть, чуть попозже помощник найдет фотографии. И, собственно, вот вы видите уже, что действительно строится дальше анкерная опора. И, дорогие друзья, это то развитие, которое было действительно еще в марте. И вы видите, фактически уже достраивается второй этаж. Обязательно мы сделаем подборку. И вот, кстати, зима. И, кстати, очень такой важный силуэт, дорогие друзья, ААА. Я его заметил. Если кто знаком с индексом показателей, именно стабильности компании, это максимальный коэффициент безопасности компании по страхованию и так далее, пенсионных фондов. То есть, индекс 3А. И здесь, я думаю, что не случайно это совпадение, что 3 вот этих А читается в анкерной опоре, совмещенной с транспортно-логистическим узлом и модулем. И вот уже если переместиться в май, дорогие друзья, действительно, вот стройка только продолжает радовать, потому что уже еще зимой были установлены 19 промежуточных опор. Вот, пожалуйста, вы видите стальную опору, металлическую опору, как один из спецвариантов исполнения для сейсмоопасных регионов и регионов, где нужна более серьезная устойчивость. Вот остальные промежуточных опор. 19, как уже было и сказано, буквально уже скоро начнется монтаж струнного рельса на этих опорах. Сама технология с виду очень проста, но имеет ряд ноу-хау. И вот, пожалуйста, вы видите уже возведение помимо вот этих промежуточных опор. Это еще начало мая, даже не начало мая, это чуть больше середины мая. Уже вы видите слева, если говорить про трассу городского пассажирского скоростного транспорта, то, соответственно, вот, пожалуйста, это уже фундаментное основание юнибайков в будущей легкой прогулочной трассе. И вот, пожалуйста, действительно, это суперскорость, я бы сказал, и уже устанавливались и опоры. Сейчас, если получится уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, мы обязательно вам покажем. И мы пережили такое замечательное событие, когда испытывалась 1 к 10 модель, и мы с трепетем посмотрели видео в мастерской, сбросьте, дорогие друзья, те, кто имеет под рукой это видео, когда была испытана модель 1 к 10, когда первый юнибайк, юнибус поехал в модели 1 к 10 по именно путевой структуре, также в масштабе 1 к 10. Уже создается 1 к 1, естественно, все это будет представлено непосредственно уже 23-25 на выставке и на транс, на которую мы не заявлялись, нас пригласили в качестве почетных гостей, одних из главных гостей, я бы сказал, по значимости этого события, чуть-чуть опережая время, потому что, действительно, это очень важное событие для всей мировой транспортной индустрии, транспортной инфраструктуры. И такой вот, действительно, либо подвижной состав, либо навесной, вот, пожалуйста, вы видите модель, уже никого не удивляет на Экотехнопарке, это перемещается с автоматизированной системой управления, и все подвижные составы будут иметь автоматизированную систему управления, соответственно, возможность перемещения беспилотного и возможность отсутствия столкновений спереди идущим составом, определение препятствий и так далее, и тому подобное. Да, мои господа, на самом деле, все эти этапы говорят сами за себя, и то, что экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации признал 11 февраля инновационную технологию Skyway, и то, что 25 марта уже экспертный совет при Министерстве транспорта Российской Федерации признал технологию уже не просто инновационной, а перспективной и рекомендованной к применению, более серьезно будут рассматривать уже после демонстрации. Я думаю, что более серьезно это идет уже речь, в том числе, о госзаказах, о тендерах серьезных и о полной поддержке Skyway, потому что это действительно спасение для России. И если говорить про начало 2016-го, конец 2015-го, начало 2016-го, одной из крупнейших международных консалтинговых компаний, MBM, австралийская компания, штаб-квартира находится в Австралии, филиалы распространены по всему миру, технология Skyway была признана максимально эффективной и действительно также рекомендованной к применению. Соответственно, сейчас мы видим развитие уже действительно адресных проектов, по технологии Skyway еще до демонстрации технологии Skyway. И поэтому показатель, огромная работа и проработка Рода Хука с командой, и была образована управляющая компания Skyway Transport Australia, которую также среди прочих участников возглавляет Род Хук. И, соответственно, действительно, дамы и господа, это происходит на наших с вами глазах, и мы в этом принимаем участие, мы в этом можем принять участие. Те, кто сейчас только слышит в первый раз о проекте, именно в такой подаче, как мы даем Сергею Анатольевичу Сибирякову, на вводном технико-экономическом вебинаре. Этой возможности, дорогие друзья, может не быть уже буквально через год. Возможно, эта возможность прекратить свое существование уже в первых кварталах 2017 года, потому что уже прошли достаточно серьезные переговоры, и упаковывается ряд серьезных инфраструктурных, действительно мощных проектов, например, Боливия, Монголия, Вьетнам, и оплата только авансовые платежи по заказу документации по этим проектам, позволят значительную часть инвестирования покрыть необходимости инвестирования. И как технологических рисков вообще сейчас нет, так и финансовые риски действительно снижаются фактически каждый день. Этой возможности инвестирования, возможность, которая бывает раз в сто лет, прошу прощения, может быть, за тавтологию, но это действительно ценно, не будет у ваших детей, у них будет уже возможность лицезреть и, может быть, даже участвовать в развитии проекта ОТС, если на то позволит головная компания международной корпорации Skyway. И не было такой возможности у ваших родителей. У ваших родителей, если говорить про возраст, мой, допустим, была возможность инвестировать на рильский никель, в Apple, кто прочувствовал эту сферу, в Google, кто-то сейчас зарабатывает на фьючерсах, но это не те прибыли уже. Если говорить про сверхприбыли, и неоднократно эксперты различные останавливались даже в самом начале развития проекта, что действительно технология Skyway имеет огромный потенциал, даже с вскрытием сланцевых запасов нефтяной сферы США, и когда не использовался нефть США, что говорил Делягин Михаил Геннадьевич, Хазин Михаил Леонидович сравнивал Skyway уже именно как выход из грядущего и текущего мирового экономического финансового кризиса. Жириновский Владимир Вольфович, соответственно, упоминал на центральных телеканалах о технологии Skyway и необходимости ее применения. Гришин Сергей Анатольевич, это бывший президент, ныне президент Новотранс и бывший замминистра транспортных путей сообщения, Российская Федерация вообще посещала Экотехнопарк с конкретной задачей, каким образом это можно применить далее в своем бизнесе. И сегодня, дамы и господа, просто зарегистрировавшись в проекте, просто проявив инициативу участия, вы имеете возможность получить в подарок минимальный пакет обязательств, и я могу сказать, что это удовольствие будет не вечное. Также сейчас за инвестицию, которую тот или иной человек осуществляет в проект, можно получать такое же количество денежных знаков, но уже без возможности вывода только на акционный счет, уже совсем скоро будет возможность только 50% получать от инвестиций вашего приглашенного человека. Я говорю про приглашение и так далее, потому что да, действительно, мы этого не скрываем, проект развивается через многоуровневую систему, мы не закладываем бюджета на рекламу, и все развивается действительно от человека к человеку через теорию рукопожатий. И сегодня кто-то вам рассказал, это действительно благостную идею, весть о существовании проекта Skyway, и вы только думайте принимать или не принимать участие в развитии этого проекта, но уже есть люди, которые инвестируют по 300 тысяч долларов и планируют инвестировать миллионы долларов. И, собственно, уже грядут инвесторы на десятки миллионов долларов. Ну, а, собственно, про более крупные суммы я пока что не буду говорить, дабы сильно не наводить такую напыщенность, я бы сказал, и чтобы кто-то, может быть, начал сомневаться. Но в чем я не сомневаюсь, дамы и господа, в том, что мы обязательно дойдем до победного с теми результатами, которые мы на сегодняшний день имеем с вами. И, собственно, по тем результатам, которые есть уже сейчас, по одному из направлений Австралии, мы включим ролики буквально через несколько минут после окончания вводного технико-экономического вебинара. И, соответственно, вы своими глазами увидите, как буквально за год родился проект, и сейчас параллельно развивается множество проектов, действительно, по всему миру. И огромная проработка именно зао-струнные технологии, потому что эта деятельность ведется вне зоны доступа общего инвесторов, средних и малых инвесторов. Но, соответственно, это обязательно будет проявлено при достижении конкретных результатов, которые мы на сегодняшний день имеем, допустим, в Австралии. Но одно я могу сказать, дамы и господа, это все замечательная возможность действительно пойти и рассказать впереди идущему, позади сидящему, и, собственно, вашим близким, родным и незнакомым даже людям обязательно рассказывайте о существовании проекта Skyway, потому что мы все обязательно встретимся, но уже в подвижных составах. Если не в России вначале, то за границей как минимум, а от России зависит уже, насколько быстро примет в обиход струнную технологию, насколько быстро начнут развиваться адресные проекты. И мы искренне надеемся, что струнным технологиям в России быть, как завещал лебедь Александр Иванович. Ну, а мы абсолютно уверены, что построим Skyway, спасем планету и дадим дорогу в мир Транснету. Дорогие друзья, собственно, кого заинтересовала эта информация, ждем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Ну, а тех, кого не заинтересовало, до скорых встреч в наших подвижных составах, в различных точках земного шара и просто в СМИ, просто в упоминаниях о Skyway, потому что уже упоминаний очень много. СМИ, 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 СМИ.